Когда Хабиб, алейиссаляту ассалям, болел смертельной болезнью, его навестил Джабраиль, алейиссалям. Хабиб, саляллаху алейиссалям, спросил дорогого друга, «Спустишься ли ты на землю после моей смерти?» Джабраиль, алейиссалям, отвечая Хабибу, алейиссаляту ассалям, сказал, «После твоей смерти на земле мне делать нечего, но спущусь я десять раз, чтобы забрать с земли десять драгоценностей на небеса». Пророк, алейиссаляту ассалям, попросил Джабраиль, алейиссалям, рассказать про эти драгоценности, и Джабраиль, алейиссалям, по порядку перечислил их. Давайте и мы приведем их для назидания. Аминуллах, алейиссаляту ассалям, разъяснил, «В первый раз спущусь, чтобы забрать с земли благодать, во второй раз спущусь забрать любовь из людских сердец, а затем добросердечные отношения между родственниками, потом заберу справедливость у правителей, стыд и совесть у женщин, терпение у бедных, благочестие и отрешенность от мирского у алимов, щедрость у богатых и речь Всевышнего Коран. В десятый раз спущусь, чтобы забрать веру». Если разобраться, в настоящее время из упомянутых драгоценностей остались лишь одна-две, а остальные уже забраны, от них осталась лишь видимость. Если посмотреть на людей, то внешне они те же люди, но если посмотреть на их деяния, то у них нет ничего общего с людьми. Место любви заняла враждебность. Нет народов, которые не враждовали бы друг с другом. Видите, когда дело касается имущества, между братьями и сёстрами нет милосердия друг другу, даже в той мере, как у собак. Очевидцы рассказывают, что дети даже поднимают руку на своих родителей. Нет необходимости говорить о несправедливости правителей, лучше утихомириться и просить Аллаха не посылать большего, чем мы имеем, что может заставить позабыть об этом. Оставьте, пусть живут как хотят. Наступит день, когда они завопят. Свергнута наша власть, она не помогла нам. Пусть идут на Арасат, где некому дать взятку, где уста будут запечатаны, а органы их будут свидетельствовать против них же. Стыд женщин исчезших лиц. Их торговля опозорила религию. Хотя и наступило время, когда слышны проповеди и наставления, они не получили пользу от них, даже такую, как мухи от камня. И хотя мы каждый день говорим о том, как надо одеваться в соответствии с исламом, они не прислушиваются. Нет толку говорить им, что людям нельзя вести себя подобно скоту, выпущенному в степь. Но немало в исламе и женщин, хранящих в душе драгоценность, достоинством своим подобных гурьям, которые понимают шариат и знают, как шариат их уважает и почитает. О, Аллах! Ты направь на истинный путь невежественных женщин, сделав исламу сладой для них и дав им в удел наставление. О, прощающий! Дай баракать тех, кто, познав цену сокровищем, уберег их тем, кто не сумел их сохранить. Терпения у бедных не осталось. Они не довольствуются тем, что дал им Аллах. Молодежь хочет легкой жизни и стремится разбогатеть любыми способами. Для них не осталось ничего недозволенного в приобретении имущества, даже если оно получено путем грабежей и убийств. Даже то, что Всевышний определил им как дозволенное, они приобретают не иначе, как запретным путем. Они и не думают, что их жизнь закончится, даже не представляют, что они тоже умрут. Хотя они запросто могут убить ни в чем невинного человека, своя жизнь им очень дорога. Их вовсе не беспокоит то, что они натворили, лишь бы люди не узнали об этом. Они не ведают и о том, что ангелы записывают все их деяния, ничего не упускается. Но настанет без спроса черный день, когда ты окажешься под могильной плитой. Не будет тебе спасения, когда придет ангел смерти, даже если дашь взятку с золотом, отмеряя его большой меркой. После этого нет тебе ни покоя, ни радости, и не получишь помощи, кроме как от милостивого. То запретное имущество, оставшееся наследником, станет для тебя неугасаемым огнем ада. Чем готовить для себя такой дом мучений, давай же, бедняк, встань на путь исламы. Хотя Аллах не нуждается в твоем покаянии, опомнись, ведь милостивый призывает, кайтесь. Если отдалишься от плохих людей и будешь следовать хорошим, ты научишься от них благим деяниям. Если будешь дружить с ними и любить их, то милостью Творца ты будешь на макшаре с теми, кого любишь. Посмотри на молодых людей, которые были такими же, как и ты, но покаялись, стремясь оказаться на истинном пути. Бери пример с такой молодежи, прими меры для своего спасения, не оставайся глупцом, не ругай меня за то, что даю много советов, воспользуйся ими. Да содействует тебе Аллах. Пусть тебе не надоедают мои назидания, то, что я говорю, лишь о раскаянии. Да протянет тебе руку Хабиб, алейиссалату ассалям. Ни в одном деле не обойтись без важного и самого необходимого инструмента. Таким инструментом для вступившего на путь ислама является искреннее раскаяние. Раскаяние для правоверного, как семена для поля, а с незасеянного поля урожай не соберешь. И наш дорогой пророк, алейиссалату ассалям, произносил слова покаяния по 70 раз в день. Разве недостаточно нам прекрасного пути, который Шафи, алейиссалату ассалям, оставил примером для уммы? Поскольку мы не ограждены от грехов, ни в коем случае не забывайте о раскаянии, надеясь на богослужение. Продолжение следует...